Добрый день! Я Игорь Катеревский, автор программы создания схем вышивки бисером. Программа называется «Бисер и Молинес Модель». Сейчас хочу вам рассказать, показать о том, как можно использовать программу для создания схем икон в стиле прорези. Недавно один мастер делал, опубликовал, точнее говоря, шесть изображений своих домашних икон в стиле прорези. Иконы посвящены пророкам. Вот одна из схем такой иконки. Вот другая. Вот давайте сейчас делаем вот такую иконку. Я вам покажу, как это делается в программе. Запустили программу. Команды меню 5 новый. Опция «Дизайн на основе границ изображения». Далее выбираем «Изображение», фотографию какую-то, «DPEG файл», «Fact.nq» файл. Как видно, здесь достаточно много желтого, свежего, синеватого. Это всё мы уберём. Далее. Палитра прицелосом. Можно, в принципе, прицелить винтом и так далее. Вроде обычно прицелоса чаще бывает. Выбрали размер бисера. Десятый номер, что равно 2,1 мм. Можно руками задать. Поставили число гусени по ширине. Программа сама поставила по высоте. Сколько будет, для того, чтобы пропорции не нарушались. Ну, как применить. Такое будет изображение. Число цветов там 20 здесь. Ну, здесь вот маловато. Разбираем так, чтобы картинка получалась более-менее вменяемая, чтобы все детали были видны. Лики там. Цвет их вот. Более-менее. С цветами будем работать дальше. Число цветов. Ну, 20 здесь вот. Всё. Завершили. Вот, программа сама перешла в режим изменить телоиспользуемых цветов. Потому что там встала у нас такая бусинка. Но мы будем по-другому поступим. Так как у нас здесь икона, скажем так, не особо цветастая картинка. Оттенки серого. В программе есть специальная такая стука из данных в оттенках серого. Выбрали, сколько нам нужно бы цветов. Задали вот из 12. Некоторые меры близости к чистому серому цвету. То есть, когда интенсивность красного, синего, зеленого колоннала одинаковая. Задаем палитру. Вот. Здесь нет у нас уже золотоватых таких особо-синих оттенков. Пробуем её применить. Получается вот такая вот вещь. Уже по крайней мере золотоватого цвета и синеватого. Хорошо. Окей. И чтобы мы поставили здесь пока что использованные цвета. Использованные цвета. Ну и, например, давайте вот заменим вот этот вот серый цвет и такой желтоватый на вот этот вот на серенький. Это как можно сделать? По-разному. Можно прямо указать этот цвет, заменить на этот. А можно вот так вот. Кликаем правой кнопкой мыши по бусинке. Цвета, с которым мы будем работать. Ну и залью вот здесь вот кликнуть. Программа выделила её. Переходим в режим заливки связанной области. И кликаем Нет. И кликаем По этой Левой кнопкой Потом вот где мы хотим этот цвет использовать. Если что же кликаем неправильно, можно использовать Ну и методично кликаем По всем связанным образцам. Можно масштаб Изменить Что-то лучше было видно. Вот что-то не то сделали, вот он до. Кликнули по той облачке этого менять. Прямо так не надо. И вот работаем. Посидеть, позаменять, получим то, что мы хотим. Шарит, то ловик будет светлым. Ну да. Ну и так далее Все